Ну, я хочу сказать, что это мой дебют, дебют в Калининграде, и вообще-то лекцию о Уильяме Шекспире я тоже никогда не читала. Ну, вот это вот такая моя дерзость, она может быть оправдана тем, что... Вообще, как я пришла вот именно к этой лекции, как я пришла именно к этому произведению, я по образованию, я историк, лингвист, переводчик, и как филолог, с филологической точки зрения, наверное, мне сложно будет сделать какой-то достойный анализ. С точки зрения переводчика и с точки зрения лингвиста, просто так случилось, что у меня были занятия с детьми из Америки, это русскоязычные дети, которые учатся в английской школе, и у них по программе был Шекспир, и вот таким образом я столкнулась, то есть, обучая их английскому, в итоге мы пришли к чтению Шекспира. Ну, и вторая, наверное, причина, почему я могу оправдать нынешнее свое выступление, это потому что я очень сильно, как историк, я интересуюсь вот этим периодом и именно этой местностью. Англией, Шотландией, Данией, Голландией. 15-16-17 век. Что здесь я еще могу сказать по этому поводу, по поводу Шекспира, Магмеды, по поводу того, о чем мы будем с вами говорить, хотела поделиться с вами своей точкой зрения на все это. Когда-то, давно еще, я столкнулась с книгой, которая называется «Введение в медиалогию» французского социолога, философа Режи Дебре, где он очень интересно определяет понятие информации, он говорит о том, что информация есть горизонтальная, есть вертикальная. Горизонтальная информация – это вся информация, которая нас окружает, а вертикальная информация – это так называемые порталы, и хранителем вертикальной информации может оказаться любой объект. Это может быть произведение искусства, это может быть картина, это может быть литературное произведение, это может быть музыкальное произведение, это может быть какой-то артефакт. Информация, которую мы получаем вертикально, она совершенно иного качества. Что здесь подразумевает Дебре? Он говорит о том, что вы не можете рассматривать произведение искусства, литературное произведение, артефакт тот же самый, вне контекста. Поэтому, если вы хотите, чтобы с вами заговорило произведение музыкальное, если вы хотите, чтобы с вами заговорило произведение литературное, тот же артефакт или картина, то вам обязательно нужно понимать, что ее окружало, какими глазами могли бы смотреть на это произведение современники. Поэтому я начну, наверное, с истории Макбета. Я буду, наверное, очень мало здесь говорить про Шекспира сегодня. Я, наверное, буду больше говорить, значит, у меня такой получился. Сначала мы с вами поговорим о том, что окружало эту пьесу, почему она случайная, почему так вышло, что во всем каноне Шекспира есть у него трагедии, есть у него комедии, есть у него две пьесы, которые посвящены древней истории, и вот эта пьеса, шотландская пьеса, которая вроде как и непонятно, откуда она взялась, почему именно она появилась. Я начну со средины. Начну я с 1605 года. Начну с августа. Август 1605 год. Как принято считать, именно в этот год зародилась легенда о Макбете. В Оксфорд, в августе, как я уже сказала, приехал шотландский король, король Яков Первый. В 1603 году умерла королева Елизавета, и Яков собирался, и, наконец-то, он выехал, и вот он ехал в Лондон, и проезжал Оксфорд. Ученые у Оксфорда были полны решимости сделать пребывание короля незабываемым. Подготовка продолжилась несколько месяцев. Студентам и преподавателям было непременно носить мантии. Нельзя было напиваться, нельзя было драться. Если происходили какие-то театральные постановки, нужно было строго рассаживаться в указанных местах. Когда король Яков прибыл в город, у ворот колледжа святого Иоанна юноши, одетые в костюмы пророчиц древнего мира, в Сибилу, костюмы Сибилу, их было трое, они произнесли приветственную речь, прочли ему короткое стихотворение, а также поприветствовали его следующими титулами. Они приветствовали его королем шотландским, они приветствовали его королем английским, и они приветствовали его королем ирландским, потому что 11 марта 1605 года Ирландия присоединилась к английскому королевству. Считается, считается, что некоторые источники говорят о том, что Шекспир, когда он в это время ездил с Тракфорд на Эквен, он проезжал Оксфорд и иногда останавливался там у своих друзей. Более того, я у Питера Акройда читала о том, что даже существовал такой миф, а может быть и не миф, мы этого не знаем, что старший сын хозяйки таверны, в котором он останавливался, это был его сын. Его тоже звали Уильям, он очень этим гордился, всем об этом рассказывал. Может быть, возможно, Шекспир был свидетелем вот этого театрального представления, когда приветствовали Якова Первого. Потому что, я не знаю, читали вы Магмета или нет. Ну, если вы читали, то тогда вам, естественно, эта сцена напомнит сцену с ведьмами, когда они приветствовали Магмета, когда они его приветствовали как Тана. Гламесского, как Тана Калдорского и потом как Короля. Вот в этом можно увидеть аналогии. Теперь я хотела бы немножечко прокрутить историю назад. Я хотела бы вам рассказать историю Короля Якова Первого. Потому что без понимания его истории, наверное, пьеса Магмета, она не будет вам так понятна. И еще мне очень-очень хочется, чтобы вы, перечитывая эту пьесу или читая ее в первый раз, могли бы взглянуть на нее глазами современников. Потому что то, о чем я вам буду сейчас рассказывать, об этом знало большинство зрителей Шекспира. Король Яков VI на тот момент родился в 1566 году. Он основатель коротюсенькой династии стюартов. Их было всего четверо. Король, который находится между двух плах. Какие плахи здесь я имею в виду? Яков Первый, он был сыном Марии Стюарта и короля Якова V. Мария Стюарта была казнена и отрубили голову по указу Елизаветы II. Это была его мама. А его сын, король Карл I, пал жертвой революции. Ему тоже отрубили голову. Это первый король в Европе. Это сделали англичане, которые отрубили своему королю голову. Но это было еще не все. Дело в том, что когда родился Яков Первый, Мария Стюарта была замужем за лордом Дадли. Это был ее второй муж, потому что первый муж ее был французский король. Но она быстро овдовела, вернулась в Шотландию и вышла замуж за лорда Дадли. С ним у нее не заладилась жизнь и через приблизительно два года, когда Яков был год и месяц, на лорда Дадли было совершено покушение, был взрыв. Непонятно, он погиб под взрывы, его задушили дом, но он погиб. Шотландия на тот момент была очень маленькая, слухи поползли, и Марию Стюарт обвинили в убийстве собственного мужа. На тот момент у нее уже был любовник, это был граф Болсуэлл, я прошу запомнить это имя, потому что оно потом появится в моем повествовании позже, так сказать, его потомком, я буду говорить про его потомка, но это очень важная фамилия, скажем так. Тогда, да, она уже состояла в связи с графом Болсуэллом, и по обвинению ее заточили в тюрьму, в замок, и в 1567 году она подписала отречение от престола. Ну вот давайте теперь посмотрим на это все с глазами Якова. То есть мама убила папу. Бабу взорвали. Мама была католичкой, Яков первый воспитывался в протестантской вере, строгой протестантской вере. Любовь к маме ему не прививали абсолютно. Он вступил в свои права, он стал монархом, когда ему было, получается, один год и месяц. При нем были все время регенты. За несколько лет, первые 12 лет он не имел права, он не имел права прикасаться к государственным делам, у него были регенты. И вот за вот это вот небольшое время у него сменилось 7 регентов, его два раза похищали. Первый раз его похитили католики, второй раз его похитили протестанты, он от них сбежал. И в итоге потом, в 14 лет, он сказал, нет, я король, я буду править. Ну, детство, мягко говоря, невеселое. И вот этот вот, кстати, взрыв, который случился с лордом Дадли, когда впоследствии в 1605 году будет на него организовано покушение, которое называется пороховой заговор, именно он, когда ему донесут о том, что пришло присьмо с предостережением одному из членов парламента, чтобы он не появлялся на сессии, потому что будет большой удар, именно он предположил, что это будет взрыв. И именно он принял решение, что нужно осмотреть подвал парламента. То есть я думаю, что это у него было уже где-то на генетическом уровне. Он очень сильно боялся заговоров. В 1589 году, когда ему было 23 года, он решил жениться. Ему подыскали партию. Это была датская принцесса, принцесса Анна. Брак был заключен по доверенности, и из Дании отплыл флот уже на тот момент королевой. В это время на море поднялся... Так, я что-то заговорилась. Наверное, мне нужно показывать. Извините, я забыла. Ну, значит, вот здесь вот... Сейчас быстренько пробежимся. Яков Первый. Вот он такой малыш. Он был очень слабого здоровья. Он до 7 лет не мог самостоятельно стоять. Ему постоянно помогали передвигаться. Ему очень нравилось кататься на лошади, но в силу того, что у него были очень слабые ноги, он... Его привязывали к лошади. И однажды он упал в пруд, и он чуть не утонул. То есть это еще один стресс. Это был для него очень большой стресс. Он очень боялся воды. Свои физические недостатки он компенсировал интеллектуальными способностями. Он уже в подростковом возрасте начал писать стихи. И его учитель... Да, его учитель Джон Гюкеннон. Он... При похищениях он был с ним. Он научил его древнегреческому языку, латыни. Он научил его французскому. Он свободно говорил по-французски. Он говорил на гаэльском языке, естественно, потому что он был из Шотландии. И он говорил на английском языке с очень сильным шотландским акцентом. И это, конечно же, когда он стал королем Англии, очень сильно ему мешало. Да, очень он был образован. Ну вот, теперь мы переходим к свадьбе. Значит, вот это вот Анна Датская, пожалуйста. А это юный Яков VI на тот момент. Как я уже говорила, флот Анны отплыл из Копенгагена. И проплыв в некоторое расстояние, давайте я вот здесь вам покажу. Значит, вот они выплыли отсюда и обогнули вот этот пояс, выплывали сюда, и здесь начался очень сильный шторм. Один корабль разметал в щепке. Корабль Анны получил пробоину. Ее адмирал, начальник флота Питер Мунк принял решение, что им нужно уйти в Осло на ремонт. И вот здесь, в Эдинбурге, для встречи королевы тоже снарядили паром. Он был нагружен драгоценностями и подарками. Его возглавляла леди Мэри Мелвилл. Этот паром тоже погиб, тоже разметал в щепке. Король Яков не отличался особой смелостью, но, видимо, он предпринял единственную в своей жизни смелую попытку совершить какой-то поступок. Через некоторое время он тоже отплыл в Осло, забрал свою жену королеву, и они вернулись в Копенгаген. Они вернулись. Это случилось, этот шторм случился в конце октября, в начале ноября. И все лето, весну и лето, они провели в Копенгагене. Что происходило на этот момент в Копенгагене? В Копенгагене несколько женщин, двух или трех женщин, обвинили в колдовстве. И главное обвинение было в том, что они вызвали шторму на море, и поэтому погиб один корабль, поэтому королева Анна не доплыла до Шотландии. Соответственно, решением было их, конечно же, они, естественно, не признались, потому что их пытали, вот чтобы все это прекратить, они признались и были сожжены. В это время, находясь там, все это наблюдая, король Яков еще посетил такого известного алхимика, астронома, астролога, его звали Тихобраге. Это все очень важно, потому что он аккумулировал, накапливал знания для того, чтобы потом их реализовать, ну, невозможно реализовать на практике. Когда они уже достаточно побыли в Копенгагене, восстановили корабли, их флот отправился обратно в Шотландию, они плывли вдвоем на корабле, муж с женой, Анна и Яков, и, опять же, выйдя в Северное море, случился еще один очень страшный шторм. Более того, когда они подходили к Великобританию, вот сюда вот, куда-то они тут заплывали, спустился очень сильный туман, и английский флот, они попросили помощи английского флота, их вывели к Эдинбургу. Ну вот, король Яков привез жену, а с женой он еще привез очень интересные мысли по поводу того, что колдовство существует. сейчас я их здесь оставлю и перемещусь немножко в другой город. Наверное, у меня нет этой карты. Значит, вот в районе Эдинбурга вот здесь, мы сейчас с вами вот здесь. в городе Трэннито в 1590 году Ники Шериф Дэвид Ситтон заподозрил свою горничную, которую звали Гилли Дункан, в колдовстве. Гилли Дункан была молодой девушкой, она обладала, возможно, она помогала очень больным и бедным людям, она иногда отлучалась куда-то по ночам, но мы все, как взрослые люди, можем полагать, что, возможно, у нее были на это какие-то личные причины. Но она была схвачена, она была допрошена с пристрастием, и она призналась в том, что она ведьма. Этот случай в 1990 году запустил так называемый процесс, который называется «Дело ведьм Северного Берлика». Это очень важное дело, потому что потом, если мы с вами дочитаем, дойдем до Магбита, и когда мы будем смотреть на то, что пишет Шекспир, это все будет очень-очень нам полезно знать, потому что фактически Шекспир, он был знаком с этим делом, и он пользовался памфлетом, который вышел в 1593 году, он назывался «Новости из Шотландии», где был описан этот процесс, и он его очень активно использовал в создании образа ведьм. Но вернемся к Шотландии, вернемся к показаниям Гали Дунка, она назвала имена, там было названо порядка 60-70 человек, и самые такие вот известные суды проходили над следующими людьми. В первую очередь Гали Дунка назвала Агнес Симпсон, Агнес Симпсон была известная акушерка, повитуха, она занималась врачеванием, у нее до этого были проблемы с законом, которые были связаны с колдовством. Ее очень сильно с пристрастием допрашивали, и чтобы прекратить свое мучение, она сказала о том, что «Да, я ведьма». Здесь очень интересно, потому что Яков первый, он, Яков шестой на тот момент, он сам лично участвовал в ее допросах, потому что он считал, что это дело лично касается его семьи, и он просил ее рассказать в подробностях, как все произошло. Значит, помимо имен, что она назвала, она еще и рассказала, собственно, как все произошло. А дело было так. В дочь всех святых, соответственно, с 31 октября на 1 ноября, там по разным показаниям было разное количество людей, но Агнес Семпсон, она сказала, что их было около 200. Значит, напившись вина, сев в сито и переплыв вот этот вот пролив, ведьмы попали в северный берминг, они танцевали хороот, танцевали танцы, все время против часовой стрелки. Еще одна из обвиняемых, которую звали Джилли Дункан, она играла на еврейской арфе. Еврейская арфа это как варган такой инструмент. Его иногда использовали, не иногда он был популярный, достаточно народный инструмент, в Шотландии и на нем играл, умели играть многие люди. После того, как они потанцевали и еще выпили, они направились в Кирку, Кирка, сейчас минуточку, вот, вот он, он до сих пор есть, они направились в Кирку, там они встретились с дьяволом, они отчитались ему за свои дела, эти дела все перечислены в показаниях, эти дела потом, эти все злодеяния вы потом можете найти в шотландском вестнике, эти дела вы потом все найдете в демонологии Якова I и, соответственно, большинство из этих дел вы найдете в Магбете, когда вестна будет перечислять свои злодеяния. После того, как они, после встречи в Кирке, Абнус Симпсон взяла кошку, привязала к ней конечности мертвеца и бросила ее в горе, тем самым вызвав шторм. Естественно, ее казнили, ее сожгли, также был обвинен школьный учитель Джон Фиан, он просто был ловелас и очень был любвеобильный человек, его несколько раз обвиняли в приворотах, ну, в общем-то, это было очень удачный, удачный, так сказать, шанс для того, чтобы его убить. Его тоже пытали очень жестоко, он тоже сознался и был сожжен. кто еще здесь был? Здесь была еще Эфимия Маккаля, и вот здесь очень интересное было обвинение, ей предъявили обвинение в том, что она написала письмо некому Фрэнсису Стюарту, пятому графу Босу. Вот мы с вами возвращаемся к этой фамилии, Яков Стюарт боялся этого человека как огня. Да, он тоже слыл колдуном, он был очень умный человек, он был очень начитанный, он был ученый, он был алхимик, и он еще был реальным претендентом на шатанский престол. Если бы король Яков не женился на Анне Датской, и если бы у короля Якова не было бы детей, то следующий в линии престола наследия участвился этот человек, Фрэнсис Стюарт. И есть такие догадки, что во многом это дело, которое начал Яков Первый, дело с ведьмами из Северного Бермика, Бермика, извините, было как раз делом, чтобы устранить Фрэнсиса Стюарта, Пятого графа Бослова. Так вот, Юфимия Маккалион, она написала ему письмо в поддержку, то есть, когда его задержали, она написала ему письмо, что явилось достаточным основанием быть обвиненной тоже в колдовстве. в 1591 году, то есть, дело ведьм началось в 1590, в 1991 году Якову Первому удалось арестовать Фрэнсиса Стюарта. Из-за своего высокого положения все-таки ему удалось избежать наказания, и он бежал во Францию, затем позднее он вернулся, и в 1593 году, то есть, через два года после этого, он захватил Якова Стюарта. Это была такая сцена, она описана, он ворвался к нему в покой, он хотел у него потребовать официального опровержения в том, что он колдун, он хотел, чтобы с него сняли все обвинения, и Яков Первый настолько был перепуган, что он сказал, ты меня можешь убить, но только душу мою не забирай. Он помиловал его, но Фрэнсис продолжил заниматься вот этими всякими алхимическими практиками и всем прочим. В итоге, в 1995 году был изгнан в Италию, и там, в общем, слыл это очень сильным магом. Вот это дело ведьмы северного Берлика, оно значительно повлияло на формирование взглядов Якова на колдовство. Дело в том, что когда он получал показания Агнас Симпсон, она сказала ему о том, что когда она призналась в том, что она ведьма, он ей не поверил и попросил ее представить какие-то доказательства. И она отвела его в сторону и прошептала ему те слова, которые он говорил своей молодой жене, в Осло, в их первую брачную ночь. Никто этому свидетелем не был, это мог быть сам Яков Первый, он мог в это поверить или придумать. Она могла быть очень опытной уже взрослой женщиной и могла бы предположить, что она могла бы ему сказать, но факт остается фактом. Помимо вот этого, того, что она поведала Якову Первому, она еще сказала о том, что когда они встречались в Кирке, дьявол сказал ей о том, что Яков Первый является его самым главным противником на земле, как наместник Бога на земле. И Яков Первый включился, взял на себя роль такого рыцаря-мстителя, защитника христианской веры. И одной из любимых его цитат была цитата из Откровения, я сейчас ее зачитаю, Он ее очень часто приводил своим подданным. И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него как пламень, пламень огненный, а на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогленную кровью. Имя ему слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченные весом белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. И пасет жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на беде его написано имя царь царей и господь господствующих. Так вот, своим острым мечом, который исходит изо рта, Яков I сделал свою книгу демонологию, которую он по следам вот этого процесса в северном Берлика в 1897 году издал. В 1604 году, когда он уже будет королем Англии и когда он взойдет на престол, на восьмой день он примет закон о колдовстве. Это 1604 год, который будет отменен только в 1736 году. И хотя Англию не захлестнуло так сильно, как Шотландия охота на ведьм, но очень много пострадало, то есть порядка двух тысяч человек, ну я считаю, что безвинно, совершенно по навету пострадает от этого закона. Закон о колдовстве был в пору Елизавет в 1564 в 163 прошу прощения был издан закон о колдовстве, но там самое главное отличие было в том, что судили за преступление, а не за факт колдовства. тяжесть преступления определялась тяжестью совершенного преступления. В законе короля Якова карался сам факт колдовства. Еще было такое нововведение, что принимались показания детей, что делало, как вы понимаете, этот закон в совершенно свободном, так сказать, развязывало руки. что, собственно, потом и случилось. Демонология как источник для книги Макбет. Да, я думаю, что Шекспир ее читал, и не только. Я думаю, наверное, я думаю после тех людей, которые так думают. Значит, демонология состоит из трех книг. Она выстроена в форме, представлена в форме диалога между двумя мужчинами, Филоматом и Ипостимоном. Ипостимон это такой альтер-эго Якова, он осведомлен, он очень верит в колдовство и он пытается убедить Филомата в том, что это все реально. Здесь очень важно сказать о том, что помимо... То есть это было не практическое руководство, как это делается, а скорее это была рефлексия на то, что происходит и почему именно колдовство, почему оно подрывает власть монарха. Потому что Яков Первый, он был пример абсолютного монарха, больше такого нет, это он ругался с парламентом, это он у них просил деньги, это он говорил, что я тут король топала ногой, говорил, что если я хочу назначать, я назначаю, если я хочу, это я получаю, это... Так вот, для него была политическая угроза и вот была вот эта сверхъестественная угроза. И он очень-очень этого боялся и он пытался себя всячески обезопасить. И в своей книге он говорит о том, что нам это будет очень важно, когда мы обратимся к Макбету, что некоторые откровения дьявола, они правдивы, но только для того, чтобы ввести в заблуждение человека, чтобы он поверил, а все остальное ложь. Также он объясняет, почему женщины склонны к колдовству, он говорит о том, что женщина по своей природе слабее мужчины, и это именно Еву обманул змей. А также, когда ему филомат задает в общем-то резонный вопрос, не нужно ли судье бояться ведьмы, он говорит о том, что судья, совершающий суд над ведьмой, защищен от ее чар ровно пропорционально степени его суровости по отношению к ней. И чем он нисходительнее к ней, тем он для него опаснее. Некоторые историки утверждают то, что к концу жизни Яков первый он возможно практически полностью отверг реальность колдовства. Закон его хотя был и суров, но применялся он очень редко, было только несколько случаев таких крупных, когда пострадали люди. А еще очень интересный пример возможно его лицемерия. Я нашла в книге Маргарет Норрой «Бог-Ведьма». Когда Яков первый уже умирал и у него были очень сильные боли, у него была податра, то его придворные, чтобы облегчить ему боль, взяли поросенка, одели его в детскую одежду. Один из его придворных одел облачение священника, они его окрестили. Значит, граф Бекингем, герцог Бекингем, он был крестным отцом. Совершив вот этот совершенно богохульственный акт, окрестив этого поросенка, они выкинули его за дверь. Ну, хотел ли, я не знаю, был ли в сознании Яков Первый, был ли, посчитал ли лицемерием, если он был бы в сознании, или, может быть, он бы как-то хотел облегчить себе боль, но вот такой случай был. Это то, что касается Якова Первого. А теперь мы можем, наверное, перейти непосредственно к Могвику. Я вот здесь вот вам еще хотела показать некоторые картинки, это иллюстрации памфлета, который вышел в 1592 году, вот то, что я вам говорила о новости Шотландии. Вот эта картинка, вот этот человек, это король Яков, он допрашивает ведьм. Ну, это вы понимаете, да, то есть, вот, это вот средство передвижения по воде, это сито, Могвику. ну и вот, так сказать, что происходит на море, когда хотят вызвать шторм и вызывают. Здесь я бы хотела вам показать вот этих вот черных зверей, потому что в Могвете в самом, в самом начале, когда, видимо, начинают разговаривать, они потом зовут кота и жабы. Вот, это так называемые фамильяры. Котов называли обычно Грималкин, потому что он Греймалкин по-английски Грей, это серый, серый кот. Ну вот, фамильяры, это вот те животные, которые живут у нас в доме, ну и у них тоже жили. Это могут быть кролики, это могут быть собаки, это могут быть, не знаю, кошки, это могут быть крысы, лисовы, кто угодно. А эта книжка, да, Мэтти Хопкинс, вот он, это был известный ловец-ведьм, уже после, уже после, там, 1610 года. Он тоже издал свою книжечку. Это титуль «Демонология», на самом деле небольшое произведение, в 1597 году оно вышло. Я еще здесь не сказала, что с подачи Якова I была переписана Библия, он еще и Библию написал, вот, ну не сам, конечно, но он руководил переводом. Он такой очень ренессансный, на английском языке, так сказать, освежил. Вот, она до сих пор существует и ходит в ходу. Вот он уже старенький, вот. Ну, а теперь давайте мы перейдем с вами непосредственно к Маббиту. так, я могу, наверное, здесь выключить, чтобы следить за временем. Итак, значит, Маббит самая короткая, там, 2477 строк, но самая динамичная трагедия Шекспира, она описывает несколько десятилетий. Поместование идет в быстром темпе и стремительно приближается к ульминации. В моей лекции заявлено странные сестры, но на самом деле можно переводить как вещи и сестры, потому что по-английски странно это weird. Было такое старо-английское слово weird, которое означало глагол weird, как вещать, вот, то есть предсказывать что-то. Вот вещи, вещи и сестры. Они появляются на сцене в решающий момент, в самой первой сцене. Как мне кажется, они на самом деле никогда и не покидают сцену, то есть мы чувствуем их присутствие постоянно, даже когда герои не взаимодействуют с ними напрямую и когда мы их не видим. Шекспир подчеркивает их влияние, когда им достаются вступительные слова. Они намекают на то, что должно произойти. Также упоминается битва, которая одновременно и выиграна, и не выиграна. И также в их словах есть фраза, что если добро может одержать веру над злом, то то же самое добро может переродиться в зло. Практически из первых слов происходит стирание между гранями добра и зла нарушается мирная гармония. И здесь вот именно в первых фразах говорится о контрасте света и тьмы. Также нужно обратить внимание на тот факт, что ведьмы взаимодействуют с героями пьесы как со зрителем, так и при помощи со зрителем при помощи крайней загадочной игры слов. Появление ведьм в первой сцене позволяет Шекспиру поставить их на выгодную позицию. С одной стороны они направляют и наблюдают за героями, а с другой они оказываются в пространстве как внутри пьесы, так и за ее рамками. Вторая сцена в Макбете открывается сообщением о битве, в которой Макбет и Банка сражаются за своего короля Дункана, они подавляют мятеж. Гонцы приносят Дункану известие о победе Макбета и король очень этим сильно впечатлен и он повелевает казнить Тана Кавдора, лишает его титула и передает его Макбету. Дело в том, что здесь происходит то, что мы можем предположить, что король уже находится под чарами ведьм, потому что через некоторое время, буквально в следующей сцене, они будут произносить то, что говорит король. Он отдает Макбету титул. В третьей сцене зритель становится свидетелем самого критического момента первого акта. Снова появляются ведьмы рука об руку, друг с другом. они собираются встретиться с Макбетом, когда он и Банка возвращаются победителями с битвы. Именно сестры направляют наше внимание на их появление лично впервые в пьесе. Вообще, если вы обратите внимание, Шекспир очень редко, по-моему, даже, наверное, может быть, ну, очень редко он представляет главного героя в первой сцене. Сначала он формирует наше представление о герое при помощи других персонажей. То есть к тому моменту, когда появляется Макбет первый раз, мы его представляем, то есть у нас уже сформировано о нем какое-то мнение, и он выступает у нас положительным героем, потому что он сражается за короля, он побеждает, его награждает. Первое, что произносит Макбет в трагедии, это «Прекраснее и страшнее не помню дня», это вот в переводе у Пастернака, «Был тяжик день, но вместе с тем прекрасен», это у Соловьева, «Не помню дня суровее и прекраснее», это у Лозинского, и это нас отсылает вот к тому, что в самых-самых первых своих строках говорили ведьмы, а говорили они следующую фразу, они говорили «Зло есть добро, добро есть зло». И хотя Макбет еще не видит ведьм, связь между ними уже установлена, их чары уже подействовали на него, и зритель уже может понять, что не только Макбет, но и Дункан в предыдущей сцене лишь повторяют то, что уже было произнесено ведьмами. Ведьмы немедленно заявляют о своей власти, они просят банка хранить в молчаниях, банка не находится под их чарами, потому что он видит их реальный облик, он говорит о том, что как жалок вид их и как дик наряд, они так отличаются от прочих жильцов земли, и все же они на ней, кто вы такие, вы живые твари, вас можно спрашивать, как будто это да, вы поняли меня и приложили сухие пальцы к высохшим губам, вы женщины, но бороды на лицах как будто говорят нам о другом. Вот здесь я бы хотела немножечко отвлечься и просто сделать небольшую ремарку, дело в том, что во всех постановках Макбет и в общем-то в описании, мы это можем судить по описанию банка, ведьмы выглядят, то есть мы их представляем с бородой, мы их представляем очень старыми и страшными, а остались дневники Джона Ди, это придворный астролог Елизавета II, так вот, он был театралом заядлым, значит, он ходил и в глобусы, в розу, и ходил в Blackfriars, пока был жив, и писал что-то типа, как ему казалось, видимо, каких-то рецензий, но на самом деле, вот, если почитать, то это просто, ну, вот описание, то есть это просто пересказ пьесы, и интересно его замечание об этих ведьмах, он написал, что они были чудные, прекрасные, и как феи, ну, он имел здесь слово ферри, а ферри это как противоположность вэльчиков, противоположность ведьмы, но вот почему-то он их так описал, такими прекрасными, я не знаю, почему, мы никогда не попадем, ни на премьеру, собственно, ни на сторонний, на десятый показ, непонятно почему, но вот Джон Уди, они показались прекрасными, это просто вот такая ремарка, то есть, вот то из того, из чего я читала, ну, хорошо, значит, ведьмы немедленно заявляют о своей власти, они просят банка хранить молчание, как уже было сказано, они отказываются говорить с ним, и вместо того, чтобы прямо ответить Макбету на его вопрос, кто они, они его последовательно приветствуют, они говорят ему хвала тебе Макбет, Гломисский там, хвала тебе Макбет, Кавдорский там, и хвала тебе Макбет, король в грядущем, ну, здесь я уже, как говорила, здесь можно проследить аналогию с приветствованием короля Якова I в Оксфорде, когда норны, да, вот здесь вот аналогия с норнами, как раз это вот предсказательницы судьбы, это вот в скандинавской мифологии три женщины, волшебницы, они наделены чудесным даром определять судьбу людей и богов, и они, имя им следуют, имена у них следующие, у одной норны это урт, она означает прошлое и судьбу, это вот Гломисский там, то есть это его прошлое, далее, Верданди это значит настоящее, а скульт это означает будущее или должное, то, что должно произойти. Итак, зрители уже знают о том, что король сделал Макбета кавдорским таном, но Макбет и банка еще этого не знают, но это и есть решающее предсказание, потому что ведьмы объявляют цепочку событий, и вот какое влияние, вот здесь вот у меня был вопрос по поводу, ну, наверное, к себе, да, какое влияние вот эти вот сцены с ведьмами могли оказывать на шекспировскую аудиторию, ведь вот всем всем тем, кто смотрел пьесу, было известно, что Яков Первый, он был таким вот ревнителем веры, он написал книги, которые мы с вами обсудили, все они были, всем им было известно об этом вот очень громком шотландском деле, и также они еще знали о том, что Яков Первый, он принадлежал к роду Банков, сейчас я объясню, откуда мы это знаем, дело в том, что когда уже Елизавета Первая была в возрасте, и когда вся нация, в общем-то, была озадачена вопросом, кто будет ими править, потому что не было наследником, в это время очень сильно распространились исторические исследования, и эти книги исторические были очень популярны, и еще в детстве Шекспира они появились, и потом переиздавались, и одной из этих книг была история Рафаэля Холленшеда, где он как раз-таки описал жизнь Макбета, но, естественно, это не та, это жизнь нереального Макбета, это была исключительно вымышленная фигура, потому что в реальности все было до, наоборот, противоположно, но у Холленшеда есть сцена, когда Макбет и его друг Банка, они точно так же встречают провидец, это было в исторической книге написано, что они встречают провидец, и те им предсказывают то, что мы можем с вами прочитать в трагедии Макбет. Да, Яков Первый был потомком Банка, и потом впоследствии, когда уже Макбет будет обращаться по собственному желанию и будет просить ведьм рассказать ему, что его ждет, там будет некое явление, представленное из восьми королей, и последним из королей значит седьмой король он несет в зеркало, и в зеркале отражается главный зритель этой пьесы Яков Первый, то есть вот эта цепочка, то есть это было еще очень зрелищно, ну вообще наверное трагедия, ну вообще пьесы Шекспира их наверное нужно смотреть, потому что они вот как раз написаны для того, чтобы их смотреть, а не читать, вот еще хотелось сделать такое вот значит немножко если вы обратите внимание в четвертых обычно в четвертых актах нет главного героя Шекспира потому что в это время главный герой за сценой отдыхает вот и вы можете проследить обычно вот в четвертых в четвертых актах главного героя нет да и значит вот вот эта зрелищность вот эта череда королей из которых девятым потомком банка являлся Яков Первый конечно же говорит о том что трагедия это совершенно не случайно она скорее написана по случаю вот и она придавала легитимности королю Якову так сказать на его престоле теперь еще я хотела бы вернуться к ведьмам значит с ними мы сталкиваемся в пятой сцене Леди Магбет читает письмо от мужа о последних событиях она получает письмо и как мне кажется это письмо уже зачарованное потому что читая его Леди Магбет она в общем-то проникается идеями своего мужа она проникается предсказанием она начинает призывать потусторонние силы чтобы они ей придали придали сил сделали ее характер более мужской и посредством этого письма зачарованного письма на мой взгляд ведьмы как будто бы передают ей свободу действий и она берет на себя ответственность довести дело до конца ее решимость использовать свою силу языка чтобы проникнуть в душу Магбета через его уши является примером более широких возможностей магов в целом колдунов и ведьм когда они используют язык для колдовства чтобы дестабилизировать баланс сил и соответственно дестабилизировать баланс сил которые осуществляют королевскую власть потому что если вы проследите они же убили короля и они убили короля при помощи колдовства при помощи ведьм здесь очень четко прослеживается то есть я думаю что Шекспир очень четко уловил вот этот страх короля Якова и передал его вот через такие вот художественные художественные приемы через этот сюжет дело в том что да значит да их загадочная речь обещает разрушить иерархическую социальную структуру их их предсказания они проникают в Магбета подрывают его изнутри обнаружив в нем недостаток который опустошает его существо желанием власти целью дьявола в данном случае является разрушение не крошечной деревушки а целого королевства и следовательно его архиглавной целью является собственный представитель бога на земле король и здесь мы опять возвращаемся к главной идее демонологии о том что о том что дьявол никогда он может говорить частично правду но он никогда не говорит правду а в основном это ложь и цель его это его главный противник это представитель бога на земле монах да потому что если бы ведьмы говорили только ложь в магбете их учитель вскоре потерял бы доверие а если бы они говорили всегда туманно а если бы они говорили только правду они не преуспели в своих деяниях так что их прогнозы всегда туманны сомнительны и двусмысленны и именно поэтому те кто их слышит никогда не может быть уверен в их предсказаниях подстрекая своего мужа к убийству короля Леди Макбет не просто пытается осуществить то что по ее словам возложено свыше как бы заранее то что ему предопределено но и запускает цепочку событий которые потом приведут к анархии и беспорядку в этом королевстве я здесь не буду сейчас я буду говорить о том кусочке когда уже произошло убийство и когда стучатся в дверь замка слуги короля хотела бы здесь сказать о том что вот именно в этом кусочке здесь будет отголосок здесь Шекспир делает намек на пороховой заговор но про пороховой заговор я вас я сегодня не буду говорить я не буду вас этим утомлять ни в коем случае но дело в том что на этот кусочек который обычно критики исследователи Шекспировского Макбета относят вот именно к к ремарке к пороховому заговору заговору здесь можно еще на это посмотреть немножко с другой стороны сейчас минуточку значит когда привратник да после убийства Донкана в момент привратник просыпается потому что раздается стук в ворота и откликаясь на стук привратник охраняющий ворота просыпается и в полусонном состоянии воображает себя привратником ада и приветствует новых посетителей в царстве тьмы и здесь он перечисляет некоторые грехи и одним вот как раз из грехов людей которые попадают в ад будет вот как раз отсылка к пороховому заговору я не буду на этом останавливаться значит после этой сцены когда абсолютно становится понятно что замок Макбета это никакой не замок а уже это ад значит Макбет начинает понимать что он уже не сможет отмыться он не сможет признаться небесам и вскоре после того как он уже в убийство короля обвиняют как вы знаете обвиняют его сыновей сыновей короля в убийстве короля не Макбета они бегут один бежит в Англию другой бежит по-моему в Ирландию и после того как Макбет восходит на престол так как он ближайший родственник Дункана тревога Макбета перекидывается на банку и поскольку он вспоминает пророчество ведьмы они говорят следующее и я услышал это слова Макбета он вспоминает и я услышал что банк будет предком королей а мне никто наследовать не будет бесплоден скипетр мой из рук моих не сыну он достанется чужому для внуков банка злое совершил для них убил я доброго Дункана для них я ненавистен стал себе я дьяволу врагу людского рода свое спасение продал для того чтобы после царства ли внуки банка нет выходить побьемся судьба не на живот а на смерть поэтому Макбет приказывает убить банка и его сына флингсом однако в чем ошибается Макбет так это в том что сила которая сделала его таном гламисом таном кавдором и королем будет действовать аналогичным образом и в отношении его противников сознательно пытаясь бороться со своей судьбой Макбет подрывает свой авторитет который до сих пор давал ему силы убийство Дункана лишило его морали а убийство банка лишило его рассудка что отчетливо становится видно на перу когда только он один видит призрак окровавленного банка и здесь он раскрывает свою внутреннюю вину словами он хочет о банка он хочет кровь кровью смывают кровь предание есть сходили камни с мест деревья говорили по крику сорок грачи галок колдуны разыскивали скрытого убийцу в отчаянной попытке раз и навсегда покончить со своими страхами дурными предчувствиями которые теперь обрели осязаемое чертами в его воображении Макбет решает навестить вещих сестер чтобы узнать что его ждет впереди он обращается к Леди Макбет он говорит ей с утра я собираюсь к трендещим сестрам чтобы заглянуть поглубже в будущее я перед худшим что скажут они мне не отступлю я перед худшим что скажут мне они не отступлю все средства хороши для человека который погрузился в кровь как в реку через эту кровь назад вернуться вброд труднее чем по ней пройти вперед что приравнивает его предыдущую встречу после битвы с Кавдорским Таном и вот эту встречу нынешнюю встречу которая сейчас произойдет значит общим моментом здесь является то что в обеих перед этими встречами он только что оправился от кровавого деяния и принимая во внимание что в предыдущем случае он совершал законное убийство во имя короля здесь динамика изменяется в противоположную сторону доброта которую он воплощал тогда теперь превращает его в чудовище добро и зло зло есть добро Макбет настолько пропитан кровью что больше не может пробираться по трясению без помощи ведьм которые его направляли бы он встречает ведьм когда они только закончили колдовать смешивая разные ингредиенты в кипящем котле мне очень нравится этот кусочек потому что там они перечисляют но фактически они перечисляют вот именно какие-то части тел животных растений вот они все это складывают и это все валят если вы не против я вам зачитаю он достаточно я возьму перевод пастернака потому что он такой быстрый взвейся взвысь язык огня закипай варись тряпня а потом спина змеи без хвоста и чешуи пёсья мокрая ноздря с мордой не топыря лягушиное бедро и совиное перо ящериц пометы слизь колзовской котел увались полчий зубки дай в горшок и драконий гребешок брось с него акулы хрящ хворост заповедных чаш запасенный в холода печень нехристожида турка нос татарский лоб матерь матерь в грязи трущок при рождении миг спустя удушенное дитя погребенное во рву чтобы обмануть молву эй кипи кипи борда а последнюю сюда чтоб бурлили наверху бросим тигра требуху вот такое вот все это они варят к ним приходит макбет он встречает ведьм когда они только закончили колдовать смешивая разные ингредиенты в кипящем котле он обращается к ним и приказывает отвечать задавая свои вопросы он также перечисляет их множественные злодеяния и вот вот эти злодеяния которые он перечисляет они как раз все упомянуты в демонологии якова первого то есть это непосредственно вот прям куском взятая оттуда затем он говорит откуда бы ни шли показания ваши я вас заклинаю тем что творите вы ответьте мне пусть ваш ответ повалит колокольню утопит в океане корабли прибьет хлеба поднявшиеся буря деревья с корнем вывернет в лесах обрушит крыши замков на владельцев пускай перемешает семена всего что существует во вселенной ответьте все равно на мой вопрос вот это перечисление злодеяний в которых обычно обвиняли этих несчастных женщин все эти примеры колдовства хорошо перекликаются с воображением якова первого и зрителей наблюдающих за спектаклем в то время было обычной практикой приписывать подобные действия ведьмам и колдунам и они соответственно задерживались и наказывались за свои преступления по иронии судьбы Макбет король и защитник народа сам прибегает помощи колдовства чтобы обезопасить свой трон от тех самых пророчеств которые сделали его королем вот здесь вот очень интересно потому что вот приведенный мною пример когда яков первый умирал ведь он же тоже фактически он прибегнул к колдовству и вот здесь вот мне кажется еще гений шекспира проявляется потому что Макбет у него тоже обращается за колдовством хотя он должен быть монархом и он должен править опираясь на законы бога на этот раз ведьмы не говорят сами вместо этого они показывают ему три видения которые одни за другим показывают Макбету что ждет его в будущем эти предсказания также оказываются двусмысленными первое видение голова в шлеме символически представляет голову Макдуфа но на самом деле она окажется головой самого Макбета который в конце концов будет отрублен второе видение это окровавленный ребенок он сообщает Макбету что он падет жертвой человека которого не рожала женщина третье видение наводит еще на большее размышления ребенок в короне с деревом в руке здесь представляется принц Майкл сын короля Дункана а также этот ребенок сообщает Макбету что он будет побежден тогда когда Бернамский лес выйдет в бой на Дунсианский холм то есть лес выйдет на холм ну что тоже очень маловероятно что какой-то лес придет на какой-то холм Макбета еще не удовлетворен у него есть неотложные вопросы но ведьмы представляют ему еще одно видение из восьми королей мы здесь его уже с вами обсуждали да причем последний из них он держит зеркало в котором появляются образы все грядущих королей и первый в представлении ведьм похож на банка второй тоже третий пятый шестой и в итоге самый последний король который является королем Яковом он держит трехствольный скипетр и двойную державу что это значит трехствольный скипетр это Англия, Шотландия, Ирландия держава соответственно это Англия и Шотландия но там были разные формы взаимодействия этих государств также это позволило установить прямую то есть здесь Шекспир еще делает такой Никит Никсон перед Яковом Первым опять же говоря о том заявляя о том что король Яков Первый абсолютно легитимен законен как монарх затем ведьмы прощаются с ним весьма резонансной речью и таким диким танцем которая также могла бы понравиться Якову Первому потому что очень часто пьесы заканчиваются танцем так называемой джигой и там все поют танцуют это очень зрелищное шоу его очень интересно смотреть наблюдать оно очень зажигательное заканчивая уже свой рассказ про Макбета и ведьм хотелось вот здесь еще сказать о том что конечно же Макбет он осознает свою глупость он говорит у него там есть такие слова он говорит где ведьмы скрылись этот черный час будь вечно проклят в календарном счете к нему приходит вот это осознание что он поступал абсолютно неправильно абсолютно безбожно страшно он пролил слишком много невинной крови и он еще прольет больше этой крови прежде чем столкнется со своей судьбой и когда уже в последних сценах посланник сообщает ему что шагающая роща и шествующий лес если вы не читали пьесу там просто воины они взяли веточки леса и пошли к холму и получилось так что лес идет к холму таким образом совершилось предсказание ведьмы потому что вот опять же это двусмысленность когда он не не мог даже представить что такое случится что бернамский лес придет к холму но он тем не менее он пришел далее второе предсказание это когда помните там был окровавленный ребенок так вот в последней сцене сражаясь с Макдуфом семью которого он убил Макбет рассказывает ему о своей жизни о том как он докатился до такого состояния в общем тирана и злодея и он говорит ему о том что ему было предсказание он ничего не боится потому что он может погибнуть только от человека которого не рожала женщина на что Макдуф ему говорит меня не рожала женщина меня вырезали из нее вот соответственно да встреч да встречаясь значит и он понимает что Макдуф это как раз тот человек которому суждено его убить и встречаясь лицом к лицу со смертью в образе Макдуфа он последний раз вспоминает ведьм и называет причину всех своих бедствий он говорит не надо верить прорисцаниям ада проклятие им за их двоякий смысл ну вот здесь я хотела бы остановиться может быть сегодня я хотела бы все-таки говорить наверное обозначить две темы которые это образ ведьм в произведении Макбед и также вот хотела вам рассказать про Якова I про его демонологию и про то что происходило в то время может быть если вы будете читать или смотреть эту пьесу вам поможет мой рассказ как-то более может быть так трехмерно что ли увидеть героев и обратить внимание на такие вещи на которые вы раньше не обращали не обращали не обращали